здравствуйте дорогие мои появилась немножко свободного времени и я решила воспользоваться и снять видео с вами пообщаться мне очень приятно что вы ждете мои видео что вы волнуетесь обо мне и конечно же ваши комментарии всегда подбодряют чтобы найти все-таки это время и снять видео но я думаю что я уже возвращаюсь в мой привычный график и видео будут выходить намного чаще и так хочу показать вам начать это видео с готовой работы вот таких вот котиков я вышла в феврале месяце буквально в начале февраля я их дошила мучила я их мучила мучила потому что времени было мало но я их вот вцепилась в них и дошивала мне практически здесь хватило родных ниток анкоровских на котов подушки вышивала пнк пнк ну потому что здесь такие цвета они не особо как бы играют какой-то роли а вот котиков я вышивала оригинальными анкоровскими нитками и мне немножко не хватило на кота двух оттенков я нашла у нас магазин где продается анкор причем сейчас там скидки хорошие цены ну я анкоров закупаться не буду но было кстати я пошла купила два моточка и кстати в этот день когда я пошла покупать ниточки там у них был была встреча рукодельниц но не по вышивке а по вязанию здесь в греции больше вяжут но если вышивают вышивают прикладную скатерти дорожки для украшения дома и кстати эти вещи очень очень красивые было выставлено несколько экземпляров и я сделала небольшую такую видеосъемку там в магазине ставлю вам это видео вы посмотрите что здесь вышивают местные рукодельницы потому что у меня и в комментариях часто спрашивают девочки а что в греции рукоделием не занимаются занимаются но она здесь не развита в основном это вышивки если то картины на страмини очень примитивные и не интересны а вот скатерти у них получаются шикарные конечно есть вышивка шелком когда-то в какой-то день когда мне будет возможность я заеду магазин и попрошу их показать скатерти вышитые шелковыми нитками они продаются скатерти ручной работы они очень дорогие где-то 400 500 евро но они конечно шикарный очень красивый там не оторвать взгляда вот оставляю видео и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие интересные вещи здесь делают рукодельницы Ну а я моих котов благополучно завершила благодаря тому, что купила эти две ниточки Такие вот они получились симпатичные Счастливые И как я говорила, эта вышивка на подарок я отдам в ателье Мне сделают подушку и эту подушку я подарю моей сотруднице Кстати, это вот вторая подушка, которую я буду делать с этими котами Настолько они чудесные, милые И вот особенно на подарок детям, девочкам Шикарно, шикарно получается Что хотела еще отметить по этой вышивке Использую я здесь кусочек конвей Бестекс Который у меня нашлось в запасах И для определения центра Для себя я начинаю всегда вышивать снизу Мне удобно идти снизу и наращивать вверх Чтобы определиться с центром Я сделала маркером буквально там три точки И представляете, когда я понесла стирать эту вышивку Маркер не отошел Я замочила на всю ночь Не отошел Утром я делала лимоном Ничего не помогло Мне пришлось взять ватную палочку Макнуть в хлорку И хлоркой зачистить эти точки Маркер этот у меня проверенный Я им часто размечаю основу Я подозреваю, что Бестекс Просто потому, что здесь есть больше синтетики Вот он с этим маркером не подружился И мое счастье было в том, что точки были буквально Они не касались вышивки Поэтому я смогла все это хорошо аккуратно вывести А иначе они просто оставались как свеже нанесенные Синие, даже не желтели Никаким образом не уменьшалась окраска Вот как я их нанесла, як осенние точки Так они и оставались Хоть ты что, хоть ты мылом, хоть ты лимоном Ничем не уходили Ну, слава Богу, все получилось Такая вышивочка уходит в оформление Я надеюсь, что в конце месяца Я покажу вам подошку Как получилось Перед тем, как ее подарить Ну и хочу показать вам Как выглядит моя основная вышивка Я наконец-то добралась И работала, вышивала Вышился у меня достаточно такой приличный участок Для этой работы я дошла почти до половины Моей, вот этой большой линии Вышивала я здесь, но заборчик вышивается легко Вышивала я одежду ангелочка Вот здесь идет очень-очень большое смешение цветов Вышивала классической парковкой Крестик за крестиком Я уже очень давно так не вышивала Но здесь по-другому нельзя Здесь идет настолько сильное смешение оттенков Что очень легко можно было запутаться И чтобы не делать ошибок Я вышивала парковкой Вышивала и практически испала с работы Потому что, знаете, процесс идет очень медленно Аккуратно, крестик за крестиком Вышивается Рядочек вычеркнули Линточку припарковали и так далее Вот, но тем не менее Я вышила весь этот участок Вышивала целый день Вот появилось время Я дорвалась Просто как голодная набросилась на эту вышивку Сидела, корпела И довышивала весь этот участок Здесь еще нет бэкстича Возможно, сегодня-завтра я сяду И сделаю этот бэкстич Чтобы не оставлять на потом И не умирать тихо и печально Над этим бэкстичем Его нужно выполнять сразу И к тому же я показывала, что он здесь очень-очень сложный Что еще? Ну, как вы видите Я надеюсь, немножко заметно Здесь уже появляется Вот эта вот такая хорошенькая мордашечка Нашей овечки Ягненочка Маленький ягненочка Вот его носик Глазик Ушко Здесь тоже очень-очень много идет Смешение цветов Потихонечку Аккуратненько Крестик за крестиком Вышиваю плиту Свой ковер Ну, как вы видите Проработка, конечно же, великолепная Вот эти одежды Они Видны все складки Тени Цветопередача замечательная Ну, и когда вышивается бэкстич Конечно, все здесь преобразится И станет наиболее выразительным и реалистичным Вот этот участок одежды Ну, и работы у меня еще много Я надеюсь, что время у меня теперь будет побольше И я очень-очень мечтаю дошить этот ряд Покажу вам схему Мою простыню Как все это выглядит Вот так Вот такой участок я вышила Здесь меня ждет вот этот вот бэкстич И То, что мне предстоит Вышить Ну, здесь из сложных участков Вот так На первый взгляд Это только вот центральная часть Где барашек и лицо Ангелочка Остальная схема будет идти Немножко повеселей Чуть-чуть полегче Ниточки я паркую Как видите, внизу у меня булавочки Вверху булавочки Ну, здесь у меня нитки в работе Поэтому я их на булавочку не закрепила Буду продолжать вышивать Моя натяжка Выполнена вот такими Не видно вам, да? Вот так сделаю Моя натяжка выполнена Вот такими плотными Обычными нитками Которыми я вышивала бисером Нашла здесь очень-очень хорошие ниточки И вот так Просто протыкая основу Я сделала натяжку Но ничего страшного Появляются здесь такие Крупные дырочки Ну, так как здесь уйдет все Под оформление Мне это, в принципе Не страшно Вот такая красота у меня получается Я очень рада Что работа продвигается И очень хочется, конечно же Увидеть ее завершенной Ну, а по данному процессу все Покажу вам еще один процесс Еще один процесс Над которым я работала Это Дименшинс Кто за кем наблюдает Очень известный наборчик Это не Гув коллекшн Простая серия Давно я не вышивала Дименшинс И у меня, знаете, пришло такое настроение К счастью, у меня был начатый процесс Поэтому я за него ухватилась Ухватилась И очень рада Потому, что я взялась снова За этот процесс Я его переодела на кюснапы И вечером по ниточке По ниточке вышиваю Вышивается очень легко Процесс Настолько приятный Настолько он легкий Такие нитки хорошие Так ложатся хорошо крестики И отмечать ничего не надо Схема понятна Ну, просто сказка, девочки Вот, кто хочет попробовать Дименшинс Но немножко побаивается Не бойтесь Возьмите этот набор Вы получите массу-массу удовольствий Ну, и что у меня здесь вышилось За последнее время Был у меня вышит Вот этот маленький участок И вот верхняя часть Это то, что было вышито Уже вот За последние 10 дней Скажем так Сделала я разметку Карандашом От Прим Это такой меловой карандашик Ну, не могу я без разметки Я путаюсь Я отвлекаюсь Мне без разметки никак И хочу я вышить Немножко скворечника Хотя бы Одну линию вверх Чтобы можно было Делать бэкстич на птичках Ну, и здесь Ёлочки, сосульки Раму Выполнить бэкстич Уже жду этого момента Скорей бы дошить Мне очень нравится Как здесь получается скворечник Очень красиво переданы цвета Единственное, что Вот я обратила внимание Вот эти вот дырочки Для птичек Мне кажется, они сделаны Нарисованы очень маленькими Куда там залезет эта птичка Вот Как-то я сразу не обратила на это внимание А потом, когда вышивала Думала, что это такое маленькое По сравнению с птичкой Ну, никак Она туда не залезет Вот И Верхняя часть Это у нас Скворечник Птички Такая красота А внизу два Котика И мышка Очень красивый наборчик Хороший По организации У меня здесь что? У меня здесь ничего Особенно не организовано Нитки на планшетке Я решила никуда их не снимать Обычно снимаю Я не люблю работать с планшеток Но в этот раз Я решила сделать Организацию Очень такую простую Мобильную Воспользовалась Иголочным органайзером Пока Чтобы парковать Иглы Поэтому я вытаскиваю Нужную мне ниточку А остаток Паркую Пользуюсь Также вот такими Резачками Они оказались Очень удобными Очень остренькими Я ими очень-очень довольна Красота и песня Ну и Все складываю Вот в такую Приятную Коробочку Поэтому Когда я хочу вышивать Я беру эту коробочку И мы путешествуем К месту Моего К месту Где я буду вышивать Там на кресло На диван Не знаю На кровать Вот такой Вот у меня Еще процесс Это все процессы На сегодня Которыми я занималась Решила снять Такое промежуточное Видео В конце месяца Конечно Мы подведем итоги Что получилось Что не получилось И сделаем Видео Об итогах Месяца На этом все Желаю вам Хорошего настроения Ну и До новых встреч Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok